Рак Перископ Вот это мне стало интересно, потому что мы, типа, ну, совершенно спонтанно в Венецию, в Флоренцию съездили, и в Венеции было очень дохуя туристов, типа, и были целые классы людей, там, с Украины, с Россией были. Ну, это вот просто интересно. Это как учиться? Не понял. Вот, сегодня, еще вторник, после недели траура, ну, почему, собственно, на той неделе ничего не выходило, да и не хотелось, блядь, ничего выпускать. Да потом уже, когда, я такой подумал, может, выложить, действительно, что-то под конец уже недели, типа, я посмотрел то, что происходит на Ютубе и решил, что, ну, не стоит, и, блядь, перерыв в неделю, отличное решение. Ну, и все, с этой недели запускаемся, сегодня влог с Бали, вот, я бы даже вам показал кусочек, но, опять же, у меня нет интернета на компьютере, я жду, когда мне Яна привезет сегодня вай-фай, в Покет, в Покет-Вай-Фай. В пятницу влог с сюрпризом, типа, сюрпризом, ну, и пойдем в направлении, блядь. Короче, сегодня во влоге будет голосование за следующий влог из путешествия. Выберите, пожалуйста, Куэллумпур, я его от скуки во Флоренции, во Флоренции, значит, был, скучал, подошел к чернокожему. Он говорит, хочешь купить сувениры? Я говорю, сувениры не хочу, давай у меня другое. Ну, он мне дал его, и я пошел и сел монтировать, и меня прибило в монтаж, типа, и, ну, типа, сделал какую-то часть видоса, и вот, ну, и отправил Ванюшу проект, чтобы он доделал. Проголосуйте, пожалуйста, за Куэллумпур. Не, конечно, вы можете голосовать еще за второй вариант, но, блядь, проголосуйте за тот, который уже более-менее готов. Блядь, я с этой прической похож на старого, скоро буду. Дурик сбреялся, и обязательно надо придумать предлог, под которым я сбреялся, раз все так просят. Все так хотят, чтобы я сбрился, и мне это так, блядь, нравится, типа, теперь я понимаю, для чего они нужны, для того, чтобы всем не нравится. Да, они, мне надо их подстричь, они у меня на рот залезают. Я уже замечаю за собой, что я как-нибудь вот так сделаю, а потом хожу, и у меня в горле волосинка, и такой, блядь, черт, ай, кошмар. Когда дай, леща. Каждый четверг с пятого числа начинаю. Уже, блядь, послезавтра. Охуеть. Охуеть. Пиздец. Сбрей усы, и я разденусь. Спасибо большое, так себе предлог, типа, так себе предложение. Бля, вчера, короче, было неприкольно, надо сегодня поговорить, кстати, с этой девочкой. Я в больнице лежу сейчас, у меня обследование и помпа, ну, то есть, типа, со мной сейчас заебись. Я улучшаю состояние своего здоровья. И я снял себе, как бы, ну, типа, отдельную палату. Вся хуйня, это люкс, ёбка. Ну, по здешним меркам, видимо. И мне стучатся в дверь, и девочка заходит ко мне в палату и говорит, Эльдар, можно я, можно, я лежу, читаю и, не дожидаю себя вопроса, говорю, нет. Плохая идея, нет. Потому что, ну, типа, личное пространство, ёб твою мать, можно было в коридоре, где-то, подойти до чего-то такое. Надо сегодня поговорить с ней, чтобы недопониманий у нас не возникло каких-то. Потому что у меня есть в глазах мудаком не хочется выглядеть, который рубит сразу и говорит, и, бля, и, уходи. И объяснить, почему мне неприятно, когда вставляются на территорию моего личного пространства. Вот такое, блядь. Вот второй раз лежу в больнице за последний, там, типа, год. И такое происходит ко мне. Просто врываются в палату, и, Эльдар, можно, там, типа, фото или не фото, или что-то такое. Это странно. Когда будет выпуск сериала «Семьи»? Слушай, да хуй... Ты ещё спроси, когда рэп-школа или «Гафи-гафы». Кстати, отличный вопрос был бы, да? Будешь опять охрипом? Мне сложно принять себя самого. Как я могу принять охрипа? Что с прической? Это называется «Я гусь и не стригусь». Ебать, рифмы, рифмы, рифмы. Побрейся, побрейся. Еее, усы, усы. Блядь, как много внимания. Вообще, просто ты куришь. Нет. Ну, типа, у меня был период, когда я снова возвращался к курению. В основном, это когда подбухну, такой «А, дай сешку, ёпта» или «Дай Айка, смотри, ебаный». Сейчас я без никотиновых пластырей и без сигарет мне вообще, в принципе, заебись. Я иногда беру электронку, типа, у курешей там потянуть. Ну, и то сейчас думаю, что в больнице избавлюсь от этой вообще привычки. Ну, нахуй. Типа, зачем курить? Да, блядь. Я вообще сейчас задумываюсь о пути правильном. То есть, как можно более... Кофеё все равно, у меня, блядь, новая привычка, блядь, вредная появилась, это кофе. Сократить вообще до минимума, блядь, количество плохого и жить более-менее правильно для того, чтобы, ну, не истрачивать ёбаный жизненный ресурс. Типа, чем раньше, короче, ты задумаешься... Очевидная хуйня, блядь. Всем похуй. Все будут думать об этом только, когда их ёбнет ближе к старости. Просто, короче, раньше ты понимаешь, что жить надо более-менее правильно. Типа, как всё делать, тем дольше ты проживёшь. В моём случае это вообще, типа... Очки для зрения, да. Почему я решил поставить помпу? Слушай, если я буду рассказывать, никто не поймёт, о чём речь. Ну, потому что хочу попробовать, по крайней мере, попробую. Я ещё охуел от того, что из меня денег не возьмут. Я уже готовил 200-300 тысяч заплатить. Мне говорят, нет, за счёт государства я такой, ебать, не всё потеряно. Ты чувствуешь, когда у тебя эльдар на обоях. Был бы хуя, если бы я у тебя был на обоях вообще, типа, в квартире. По всей квартире моя ебала висит. Это, по-другому, шикарно очень. Я бы в гости к тебе, наверное, даже приехал бы. Марина, блядь, скинь ДЗ, Павел, я знаю, что ты смотришь этого уёбка. Старый прикол? Да. Какой ты строганный. Я без строганов. Попикай, покажи печку, она у тебя большая. Ну, нормальная. Типа, что показывает? Из меня забанят. Поверь мне на слово. Ну, нормас. Такая колбасня, колбасня сантиметров сорок. Что скажешь про новость там дальше? Блядь, жди, смотри. Незавышенных, нежных ожиданий тебе не хочу давать никаких. Жди, смотри. Скорее всего, хуйня собачья. А может, пизда-то получилось. А может, говно. А может, норма. Откуда я знаю? Что, я буду судить? Не буду судить. Так. Что так рада? Да хуй знает. Я проснулся давно уже достаточно. Мне сейчас делать нехуй. Я почитал, подписал. Вот я читаю вот это. Я, короче, охуительная книга. Просто шикарная. У меня есть еще одна такая. Я в следующую пятницу конкурс, короче, замучил. Я придумал конкурс. Но у меня все конкурсы в основном будут творческие. Я подумал, что охуенно, ну, это самый охуенный, типа, интерактив, который может быть, подталкивать людей, ну, типа, делать что-то. Не вот эта классическая история. Делай репост, ставь лайк, и я рандомно выберу. Такое, может, будет когда-нибудь, типа, скорее всего, типа, какой-нибудь проплаченный конкурс или что-нибудь такое, или когда просто захочется так сделать, набить лайков, типа, вот. А сейчас, думаю, творческие делать. Вот мы один сделали на панчлайн, на стихотворение, там, и так далее. Результаты будут в эту пятницу. А потом, ну, вот я еще несколько конкурсов придумал. Разные виды творчества, короче. Думаю, что это пизда. Вот это, наверное, одно из вещей, которое я бы хотел пропагандировать, чтобы все занимались творчеством, потому что, типа, ну, абсолютно все, что нас окружает, все, что мы делаем, это творчество. Будь то написание стихотворений, песен и рисование картин до, не знаю, ну, любой работы вообще. Если к любой работе относиться как к творчеству, будет охуяно. Все будут делать эту работу красиво, хорошо и жить более-менее в ладах с собой, мне так кажется. В моей утопии это так работает. Ну, вообще, блядь, да. Такая, типа, такая хуйня. Го в кузню концертом на 400 лет. Короче, я может, ну, вряд ли с концертом, но я думаю приехать на 400 лет. Если у меня не будет какого-то охуевшего проекта в эти дни, это 1 июля, по-моему, или если я не умчу в Штаты, типа, ну, у меня есть в планах поехать в Штаты на месяцок, другой, может быть, вот, типа, угореть, поснимать, естественно, попробовать. То я пригоню в кузню на 400 лет. Это, да. Меня никто не звал, на самом деле, кроме вот подписчиков. Типа, не было такого, что кто-то в Новокузнецке вообще знает о том, что вот мы там с Сашей Селексом что-то делаем. Вот, мы делаем, и что мы, типа, ну, предоставляем кузню и так далее. Как бы там плохо. Я зашел на сайт «Популярные люди из Новокузнецка сейчас», и там меня нет, и Саши нет, нет. Там есть много других людей, какие-то там спортсмены, что-то еще это. Ну, ладно, значит, мы, блядь, не с кузни нахуй, понятно. Так, вот эти моменты я последние разы, возможно, последние разы ставлю себе укол. Потому что, ну, я здесь в двух словах пока ставлю, чтобы поставить себе помпу. То есть на меня постоянно будет, типа, что-то типа пейджера, который сам будет вводить мне эту хуйню. Ну, естественно, во мне всегда будет и голой. Хуй знает, вообще не знаю, чего ожидать от этого. Интересно просто. Ну, говорят, что плюсов намного больше у этой штуки, чем минусов, хотя минусы там, типа, есть. Ну, поживем, мы будем посмотрим. Смотрел влог Ивлеевой с сиськами? Нет, нет. Как-то не смотрел. Я не смотрю влоги. Ну, Ивлееву можно посмотреть. Она смешная, прикольная. Когда мы увидим на канале сегодня... Ща, ёпта. Бля. Ой. Я хотел в комментах это написать. Ладно, пока. Без усиков тебе лучше. Спасибо большое. Бля, опять куча комментов просто. Вы продолжайте. Когда новые зашпарные истории? Ну, пока на паузе. Если вы смотрели выпуск с Марсом, там чуваки четко сказали, что это последний выпуск сезона, мы сделаем перерыв и вернемся с новыми историями, новыми гостями. Вот. Может, даже я буду участвовать. Но я, как правило, говорю, я, блядь, пиздец, я честно, я ощущаю себя мебелью в азальквардных историях. Я, типа, не умею рассказывать нормально, типа, истории, как это получается у всех. Я не знаю, что ты делаешь в моей жизни, и меня не было в моей голове. Охуенный коммент. Я все понял. В каком районе в Новогринецке жил? Запсиб. На 13-м микрорайоне. Я там, типа, все детство прожил, получается, с 5-6 лет до 18. Ну, да, около 12-13 лет я там прожил. Ты общался с Руцкин? Да, Ваня прекрасный чувак, очень добрый, очень открытый, типа, странный. Ну, то есть, все как надо, все, как подобает творческому человеку. Странноватый, открытый, добрый и, ну, пиздатый. Типа, мне очень симпатизирует Руцкой. Я еще не маюсь танцами, уже 5 лет, а творческий человек. А, да, ну, то что, нет? Когда будут концерты? Ну, дай мне альбом закончить, у нас уже готово, типа, почти все в текстовом плане. Я выхожу из Бреницы и записываю его. Мы его сводим, мастерим, мы делаем звук, мы дописываем музыку, мы выпускаем, и потом уже будем думать, что делать с этими концертами. Вот. Я думаю, что все равно, типа, в этом году, ближе к осени, поедем в какой-нибудь турецкий ебаный. Деньги, пух-пух-пух, песенки. Не едь в Новокузнецк, там тебя кузнецкий склад отпиздит. Смешно. Привет, ты вот смотри, добиваешься уже чего-то, блогеры говорят, чего? Так, тут вопрос в стиле. Блогеры говорят, что учиться не обязательно, главное заниматься делом. Слушай, немножко не та формулировка. Учиться тебе придется всю жизнь. Постоянно. Типа, до тех пор, пока ты учишься чему-то, ты живешь, и ты молодец. Другой вопрос в образовании. Типа, если ты хочешь чем-то заняться, чтобы не учиться, это одно. Но, а если ты уже знаешь, чем заниматься, и понимаешь, что, типа, у тебя в приоритете из-за этого далеко не учеба, это другое. То есть, типа, вот меня часто спрашивают, вот, типа, эл, у тебя нет образования, ебать там, чё, как, наверное, я тоже сейчас сброшу учебу, и всё будет зайти весь. Это вообще не так работает. Ну, то есть, типа, бросая учебу, ты просто бросаешь учебу. Если ты хочешь, опять же повторюсь, хочешь чем-то заняться для того, чтобы не учиться, ну, блядь, это не сработает. Тебе нужно чем-то заниматься, быть уверенным в том, что, типа, ты сто процентов попрешь и будешь хуярить, и тогда, ну, типа, да. Ну, блядь, судя по твоей орфографии, хотя бы школу надо закончить, хотя бы сколько, ну, типа, 9 классов, наверное, не знаю. Может, не надо, дело твоё. Мне похуй. Мне, честно, вообще, похуй. Естественно, потому что мы чужие люди. Я советовать там ничего не... Ну, то есть, типа, я просто говорю, как было у меня. Нам-дам-дам-дам-дам-дам. Был ли на концерте Моргенштерна? Нет. Я в это время в самолёте летел. Ой, из Венеции. Знаешь, город Пермь. Я там был раз пять. Люди уже знают, что... Если мы прилетаем в Пермь, они смотрят, когда, типа, мы во сколько прилетаем, и когда примерно ждать нас у Теремка. Или как там он называется, бля, Худорок. Да, Худорок. У меня традиция приезжать, хавать там и фотографироваться с картонной женщиной. Больно Татуху. У всех разный болевой порог, короче. Вот в этих местах вообще мне не было больно, за исключением, там, вот куда сюда бы заходили. На ногах здесь больновато. Когда мне делали пони-страпони на ляжку, было больновато, и самое больное место как раз там, где у неё член на голове. Вот. В разных местах. И у всех людей разный болевой порог. Очень не рекомендую набивать себе Татухи после Ставчика. Очень больно. Ну, у меня был опыт, типа, года два назад. И это пиздец, как больно. Вот. Ну, и алкоголь, соответственно, там тоже не очень дружит со всей этой историей. Когда трактор смотрит, что там дохуй его знает. Я думаю, на альбоме уже. Хочется так. Сейчас другой выходит. Он выходит через две недели. Новый трек. Но послушать можно будет его уже на этой неделе. Ну, типа, посмотрите пятничный влог, поймете о чём. Был в Барнауле, да, был в Барнауле два раза. У нас там были пиздатые концерты. Там именно поддержка, короче, была, ну, фэн-поддержка была самая охуенная. Так, прям, мы с удовольствием второй раз возвращались в Барнаул. Знали людей, которые... Знали почти весь зал, который туда придёт. Суперфрендлия постановка, типа, люди подготавливались. Ну, типа, бля, было прикольно. А, ну, ещё я помню. Мы ночью пошли тусоваться. Нас много где узнавали тогда. Это было удивлением, потому что, ну, тогда не было бума какого-то видеоблогерского. Нас узнавали, угощали, везде там вся хуйня. И я всю ночь протусовался по Барнаульским клубам-барам. И в 6 утра я шёл с девочкой, у меня был разряженный телефон, и я искал, как добраться до своего отеля, короче. Ну, было прикольно. Так, я, папа, ищу что-то. Всем силам тебя на перемене смотрим. Охуенно, братан. Будет новый сезон Дайлища, не, не будет. Мы решили, что, ну, нахуй это шоу. Типа, оно неинтересное. Если, если ты на ютубе, послезавтра вдруг увидишь Дайлища, четвёртый сезон, это обман. Даже не нажимай туда. Мне написали, что есть такая маска, очки с носом и усами. Да, 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 у меня ебало похоже, как будто я в этой маске. Блядь, смешно. Вот старый пишет, что мы стёрли Дайлища. Правду говорит. Когда выйдет мой альбом? Скоро, ёпта, скоро. Сейчас уже, чё, апрель. Блядь. Хотелось бы в мае, на самом деле. Вполне реально. Ну, в плане сведения. Не знаю, просто сколько нам понадобится временного зло. Плюс мы можем записать его, блядь, и свести там, условно, даже вот в этом месяце. Но я уверен, что мы запишем, и мне, блядь, половина разомравится, и я начну всё переделывать. Поэтому, блядь, дедлайны, дело такое. Ну, в плане даже не дедлайны, а даты релиза вот этих вот. А, ждите альбом, когда? Ахуй знает. 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 Как себя чувствуешь? Ахуй знает. Ахуй знает. Типа, последние месяцы. Ну, кстати, типа про самочувствие Я с каждым днем все больше убеждаюсь И уже даже не только на себе, а смотря на людей вокруг Что их жизнь ровно такая, как они себя чувствуют, короче Как они расстроены Когда человек, вот все мои друзья, товарищи, которые сами по себе негативные И думают часто, типа в грустном ключе, у них все хуево и по пизде идет И у меня так было в том году Все те, кто счастливо себя чувствует и типа позитивно смотрит на мир У них все пиздато Ну, то есть каждый днем я реально убеждаюсь в том, что материализация мыслей пиздец какая Повседневная и повсеместная штука Я еще не раз буду говорить об этом Потому что я искренне понимаю, что это, блядь, работает И если удастся это донести, простейшую мысль То будет охуенно Вот, вот, и типа я в этом году начал Перестал ныть, короче, более-менее Жаловаться, там и так далее и тому подобное Начал пиздато себя настраивать И реально все охуенно прошло Это классическая психосоматика Она и на здоровье действует И на все остальное Потому что Негативный настрой Это, блядь, ну на нервы влияет А пиздец Все идет по пизде Весь организм из-за нервов идет по пизде От всех болячек, болезней, настроений До того, что хуйни стоит А сейчас такой позитивненький, классненький По нему настраиваюсь себя с утра Ой-ой-ой, хуй стоит Все в порядке Девчонки, приходите по очереди Буду всех ебать в жопу Только у Яны разрешение спрошу Я думаю, она не против будет Она знает, я люблю всех Ну, не всех Люблю своих подписчиков Не всех, некоторые из вас уеб А да че там, даже пацаны Вас тоже готовы в жопу выебать Приходите, настроение замечательное Эльдар, будешь привезти в Украину, Беларусь? Конечно Конечно В Киеве охуительно Хочу в Одессу в этом году Попробовать Сгонять Киев вообще, типа, один из Наверное, один из Любимых городов Типа, ну, в пятерке У меня Давайте, давайте, наверное Я составлю свой нынешний топ-5 городов Я был в разных Не в таком большом количестве я был городов Но В нормальном, более-менее Это будет не по порядку Не с пятого по первой или с первого по первой Это просто, типа, города, которые охуенные Это Москва Один О, мне пахать принесли, ем, да Да Доброе утро Так, вы у нас диабет? Да, я диабет Будем кашку, геркулез? Будем кашу, да Геркулез Так Короче, Москва Ай Подходите ко мне Ой, спасибо Чаек будем? Чаек, да не, у меня есть, спасибо большое У меня чаек есть У меня тоже Кипит урок Знаете, да, тарелочки вот туда наверх А для девочек у вас не беспокоит Да, хорошо, спасибо большое Геркулез Москва Один из охуительных городов вообще в галактике Очень большой, очень красивый Питер Блядь, один из самых красивых городов вообще, который у меня был Обожают Питер вообще Потом Барселона очень охуенный, потому что Для меня Меня впечатлила вот эта грани Вот эта граница, типа Вот ты на море, вот ты в городе в полноценном И там, блядь, пиздатая погода И в общем, классно Венеция Пиздец вообще Чуваки Вот оттуда вернулся, оттуда будет влог Охуеть, город на воде Ни единые дороги Блядь, ни единой машины Корабли, лодки эти, ебучие Как их, сука Гондолы Охуеть Киев Киев Потому что он Классный Там охуенные люди живут Пиздец Это был ТОП-5 Подписывайся на канал Ставь лайк Почему ты в больнике? Что я пропустила? У меня нашли рак яичек Вот И Боремся, боремся Я не отчаиваюсь У меня их два А рак только одного яичка нашли Вот Сказали Творог Есть Лечит от рака яичек А еще У меня Геморрой рта Загугли Это пиздец Вроде рота Вроде жопа Ну там Жесткая хуйня В Алматы Не был Ну да Вот в Казахстане Я не был Тоже хотел бы приехать Даже возможно в этом году Я хочу Короче Я в этом году Хочу сгонять В Штаты В Грузию В Азербайджан Хочу сгонять В Казахстан Куда еще Ну какие-нибудь Европейские города Да тоже Типа Че нет Типа Была мы Слишком сгонять В Ирландию Вот Хуй знает Посмотрим Я вообще Проперся путешествиями Я уверен Что мы Влоги из путешествий Не будут Особо смотреть Как бы мы Не старались Сделать Прикольными Потому что Вообще В принципе Не Ну не очень Типа Контент Из путешествий Вроде как Собирает Не очень популярны Это все форматы Но похуй Чем Мне нравится Делать Влоги из путешествий Потому что Типа Теперь Когда я куда-то Лечу Мне Приходится Еще Много Информации Черпать Из интернета Узнавать Интересоваться Для того Чтобы и контент Насытить За счет того Что я Стараюсь Насытить И сделать Контент Интересней Мне приходится Узнавать Что-то О стране И Самому Становиться Осведомленней И это Охуенно Короче Это Уин-уин Это Даже не Уин-уин Это Уин-уин-уин Потому что Я еще В конце День Получаю С этого Немножко Типа С партнерки Он С рекламой Ну С рекламой Типа Я Я Решил Что Если у меня И будет В блогах С Путешествие Реклама Она Будет Просто Репко То Только Та Которая Реально Вписывается В контекст Путешествий То есть Условный Магазин Товаров Типа Алиэкспресс Или Пандао Я Не смогу Прорекламировать В блоге Про путешествия Это будет Стран А Условный Тиндер Или Авиасейлс Или Что-то Еще Конечно Потому что Этим РМБ Этим Можно И нужно Пользоваться Типа В путешествии Чтобы Это еще И полезно Было Шарить Ее Говсифтевкар Чисто ради Названия Приехал Да не поперечному Вишки В номер Отеля Привозят А тебе Кашку Геркулес Я Мне Друзья Рассказывали Как Охуенно Там В столице Как Минимум Я бы С радостью Вообще Отгоня Простите Что Жиров В кадре Но Ну Че Поделать Ничего Репта Сжирать Блять Это Будет Надо Я Надо Где Сука Такой Я Такой Я Мудофил Несамостоятельный Вы бы Знали Ну Все Что Касается Быта Это Вообще Не Про Меня Я Прям Ребенок Знаете Почему Потому Что Я хочу Быть Этим Хотя Быть Где-то Ребенком Я Хочу Чтобы Ну Да Типа Знаете Чтобы У меня Всегда Была Условная Мама Типа Я Хочу Покусать Как Попал В больницу Я Говорил У меня Обнаружили Рак Сосков Не очень Но я Хотел Чтобы Ты Получил Типа Образование Я Хотел Чтобы У Кого Ни Из Моих Детей Было Образование Ну То есть Типа Это Классическая История Было Бо Хорошо Если У Тебя Был Теплом Не Очень Разве Не Яичко Рак Не Рак Яичек У меня Уже Прошел Я Говорил Он Лечится Творогом Я Съел И Рак Лечит Как Рукой Снял Сло Мне Опять Написали Не усики А пропуск В трусики Короче Давайте Так Если Вы Увидите Человека Который Пишет Такую Шутку Напишите Ему Что он Дурак Или Что Нибудь Такое Не Грубо Просто Начните Я Сюхую Без Грубости Без Кибербуллинга Просто Начните Тролировать Этого Человека За Отличное Чувство Юмора Типа Пропуск В трусики Блять Самая Неоригинальная Хуйня В галактике Соски Будешь Чем Влечить Чаем И Геркулес Прячем Мне нужно Мусорное Ведро Так Че вы Еще Что за Хуйня Почему Утром Че Здорово Здорово Чепушила Здорово Блять Здорово Здорово Когда выйдет команда Мы же говорили Мы же говорили С 1 Августа На канале Клик Кларк Мы же не сказали С какого года Давайте так К 2020 24 Он точно выйдет Короче Я пошел Есть Нормально Спасибо